Господи, мы продолжаем интервью о наличии китайских лагерей в Сензиане. Господи, мы продолжаем поговорить о доступе китайских лагерей в Сензиан, Чина. Господи, мы продолжаем в Сензиан, Чина. Господи, мы продолжаем в Сензиан. 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 И, мы продолжаем в Сензиан. А также, мы продолжаем в Сензиан. Истай, родился 10 октября 1974 года. Истай, родился 10 октября 1974 года. Истай осужден на 14 лет. Истай, родился 10 октября. Истай, родился 10 октября. Арымолдауле. Арымолдауле. Он осужден на 13 лет. 1980 года, 4 февраля, год рождения. Место проживания троих из них. Это Арымолдауле. 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 Место жительства. Дом 1, улица Хами. Ахаче. Христианское хозяйство Ахаче. Район Джим. Баратала Монгульская область. Синьцзянская и Угурская автономная область. Китайская народная республика. Монгуль проживает также в Китайской народной республике. Синьцзянская и Угурская автономная область. Баратала Монгульская область. Джин район. Ахши. Христианское хозяйство. Село Хуйтунь. 4-я улица. Южный 4-й дом. Все они были задержаны в августе. В августе 2018 года. И отправлены в концлагерь. В августе 2019 года. Они были осуждены. Как я уже сказала. Амангуль на 11 лет. Рестай на 14 лет. Рестай на 12 лет. Амангульды на 13 лет. Причины их осуждения неизвестны. Они не совершали намаз. У них нет религиозного образования. Они вполне хорошо владеют китайским языком. потому, что есть специальное профессиональное образование. Амангуль, как вы делаете? Амангуль, как вы делаете? Амангуль, как вы делаете? Мамангуль, медицинская ортотехнику. Амангуль закончила среднее медицинское учреждение. Она работала медсестрой. Амангуль закончил среднее образовательное техникум на китайском языке. Рестай? Рестай закончила. Рестай закончила также переводческое отдело. И поэтому Казахское переводческое отдело, она тоже хорошо владеет китайским языком. Все эти братья и сестры, и также невеста Амандая, не могли попасть по какому-либо преступлению, может быть. Они не совершали намаз, владеют китайским языком хорошо. Я также имею специальное профессиональное образование, поэтому у китайских властей не было никаких причин, чтобы отправить их в так называемые лагеря образования, переобучения. Также Амангильды, Амангильды говорит, что в Китае живут еще одна младшая сестра, 1972 года рождения. Также жена Амангильды, младшая невестка, но они не могут связаться с ними. Амангильды, когда звонит своей сестре, то телефонную трубку берет какой-то китаец и требует, чтобы он сообщал по какому поводу, чего он хочет и не дает говорить с его сестрой. Невестка, если берет телефон, то быстро говорит, что все у них хорошо и кладет трубку, а вот второй раз, когда перезванивают, то она не берет телефон. Поэтому Амангильды говорит, что они, возможно, очень вероятно, что они находятся под сильным давлением. Также Амангиль говорит, что вероятно, его родных отправили в концлагерь, потому что он принял гражданство Казахстана в 2018 году, 24 января. Других причин он не видит. Сейчас у него нет никакой информации о родных с октября 2017 года. Последний раз он разговаривал с Амангиль по телефону, которая сказала, чтобы больше никто не звонил из Казахстана им. Амангиль просит президента Республики Казахстан Касым Жунастукаева, Министерства иностранных дел, все правоохранительные, правозащитные организации мира, помочь вызволить его родственников из концлагеря и восстановить все их основные человеческие права. Окей, next to me, the citizen of the Republic of Kazakhstan, Адмолда Амантай. He was born on the 14th of February 1969, and his ID card number is 0438414656. His permanent address is 28 Abaya Street, village Saimasai, English-Kazahskia district, Almaty region. His phone number is 8777-488-5448. And Амантай is a building about his relatives, about his younger sister. Her name is Амангиль Агимолда Кызы. She was born on the 24th of January 1974. Next one is Эстай Агимолда Ули. He was born on the 10th of October 1978. The next one, Ирискуль Кастай-Кызы. She was born on the 10th of June 1981. She is wife of Эстай, Эстай's wife. And the next one, Амангиль Ди Агимолда Ули. He was born on the 4th of February 1980. And their permanent address is House 1, Hami Street, Ахичи Farm, Jingle County, Буэртала Менгу, Autonomous Prefecture, Xinjiang Province, People's Republic of China. And all of these victims were arrested in August 2018. And they were sent to the concentration camp in August 2018. And their court decision was in August 2019. Амангиль was sentenced to 11 years. Эстай was sentenced to 14 years. Эрискуль was sentenced to 12 years. Амангиль Ди was sentenced to 13 years. And the reason of their sentencing unknown. And because Амангиль Ди says that they didn't do any crime. And they didn't have any religious education. They didn't do prayer namаз. And they also, they speak Chinese language very well. Because they have high education. All of them high educated persons. And Амангиль Ди says that in China, he has another younger sister. She was born in 1972. And Амангиль Ди's wife, his sister-in-law. And, but they can't to connect with Амангиль Ди. When Амангиль Ди calls his sisters. Everyone, one Chinese man, took their phone. And he demands to tell what he want from his sister. And also, his sister-in-law didn't hold their phone. Or if she take the telephone, she told that everything is okay. And she is afraid of speaking to Амангиль Ди. Амангиль Ди says that they are sending to the concentration camp. Maybe because he accepted the citizenship of Kazakhstan in 2018. On the 24th of January. And he doesn't see another reasons of sending them to the concentration camp. And he says that he hasn't any information about his relatives. Since October 2017. Last time, Амангиль told him on the phone. And she told don't phone her again from Kazakhstan. And Amantai asked the President of the Republic of Kazakhstan, Kasumzhan Artokaev. And the Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan. All human rights organizations of the world. To help to help to release his relatives from the concentration camp. And restore all their basic human rights. Thank you very much. Thank you. ПОДПИСЫВАЮТСЯ 2014日,先駐治中國新疆波爾塔拉蒙古辭職中金河縣阿赫基農場奎頓路四屆南三巷四號,使2018年8月被當地警方無故抓去帶走,2019年8月被判位12年。 大弟弟 ЕСТАЙ АКМОЛДА 是農民1978年10月10日,先駐治中國新疆波爾塔拉蒙古辭職中金河縣阿赫基農場哈密路一屆北一號,使2018年8月被當地警方無緣無故帶走, 2019年8月被判位14年。 固定 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 12年有嫉妒性 2弟弟 Аммангала Агмонда 1980年 2月40日 Сем Сем 当地 人 民进之物 先居住的 中国新疆 郭尔特拉蒙古自治州 金河县 阿克其农场 哈密鲁一届 北一号 是2018年 8月被当地警方 无故 被带走 2019年 8月 被盘位 13年有期徒刑 作为哈萨克斯坦公民 作为 他们的 亲哥哥 亲兄弟 亲旧 中国领导人 有关部门 既人士 世界人权组织 既爱国 既爱人 爱人权 人士 给予帮助 让我的 兄妹 早日活得 自由 安心生活 过日子 为盘 我充分能肯定 和包装 我的两个弟弟 妹妹 和弟媳妇 从不 从事 任何非法宗教 及 违反 国家法律 法规 政策 的任何事项 他们的汉语水平 中传以上学历 他们从不从事 任何宗教活动 他们各个都有 自己的转业能力 所以请求 中国领导人 既世界 而 人权组织 给予帮助 让我的兄妹 早日 得到自由 谢谢